МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Меня зовут Вика, и это шоу для современных мам и пап «Мы справимся». И сегодня у нас очень интересная тема. И звучит она как предприниматери. Посмотрим? Сегодня выпуски. Днем работала, вечером ребенок и украшения делала. Как монетизировать талант и запустить продажи у Валберрис, расскажет Александра Белых, основатель бренда стильных украшений. Мы вначале продавали через полочки. Это как у нас хобби было. Ага, в полочках. А потом уже через 4 месяца открыли магазин. Получить 100 тысяч рублей на открытие бизнеса, бесплатно обучиться на парикмахера, возможно, все. Даже иногда бывает не очень своевременно начинать бизнес в таком возрасте, до 35 лет, да? Может быть, стоит это делать гораздо раньше. Директор Центра поддержки предпринимательства Наталья Харенко расскажет о правилах. Это очень большой, серьезный шаг в жизни каждого из нас, когда мы решаем перейти из роли наемного работника в роль работодателя. То есть перестать жить по начальнику и будильнику и быть себе хозяйкой своей жизни, своей профессии. Ребенку уже 3 года, а путевки в садик все еще нет. Тогда пора открывать свой. К сожалению, места действительно в детском саду не было, да? Поэтому мы с мужем, подумав, решили, что мы можем организовать сами. Вдохновляющая история Екатерины и Александра. Как они превратили проблему в возможность. У нас была машина. Да. Вот такая маленькая жук-машина, и мы ее продали. И с этими средствами мы решили пойти на такую авантюру, можно так сказать, да? И открыть детский сад. Какие ошибки совершают мамы в уходе за новорожденным малышом, разберем в рубрике «Сказка для малышей». Новорожденный малыш полностью зависит от мамочки. Он еще не умеет держать шею и переворачиваться. А потому держать его на ручках в вертикальном положении не рекомендуется. Я слышала, что одна очень успешная мама, когда начинала, придумала, как сэкономить драгоценное время на готовке. В выходные, перед началом недели, она планировала меню. Готовила, козала овощи и замораживала завтраки и ужины на всю неделю. А в будни совсем не отвлекалась на это. У нашей следующей героини история еще интереснее. Свое дело она начала с хобби. Александра Белых – многодетная мама, сооснователь популярного бренда стильной бижутерии. Начинала свою карьеру с увлечения. Своими руками делала украшения из бисера. Изделия очень быстро находили своих владельцев. И вскоре Александру просили провести авторские мастер-классы. А сегодня дизайнерскую бижутерию можно купить в одном из самых крупных в России интернет-магазине. Александра, здравствуйте! Вы сегодня у нас вместе со своими сыновьями. Познакомьте нас. Добрый день! Это мой старший сын Алик. Он ученик уже третьего класса. И Айсен. Он у нас первоклассник. Первоклассник? Да. Александра, как вы начали свой бизнес с детьми на руках? Ну, я всегда хотела зарабатывать. И поэтому, когда сидела в декрете, подумала, чем можно заняться. И как раз прошли мастер-класс по судажной вышивке. Начала делать украшения. Потом прошла несколько мастер-классов. И начала уже сама тоже обучать. Продавала и обучала. Еще мастер-классы проводила. Вот так вот. А как вы успевали? Ну, я работала еще. Я рано на работу вышла. Когда Алик был маленький. Днем работала, вечером ребенок. И украшения делала. Вот как вам удавалось не уставать? То есть были какие-то у вас хитрости, лайфхаки? Ну, мне нравилось делать украшения, да? Поэтому я отдыхала, когда делала украшения. Поэтому я не считаю, что это что-то такое. Мы приходили домой наполненной, позитивной. А вот после рождения второго ребенка тоже уже начала думать, что может мне принести больше денег, да? Делала вот мастер-классы, да, получается. А потом, перед 8 марта, я хотела себе купить украшение с порочным жемчугом, который стал очень модным. И я вспомнила, что я же заказываю натуральные камни для своих, ну, для своей вышивки. И начала вот, заказала. И подруги мои захотели купить такой же. И вот с сестрой мы подумали, а почему бы и да, да? И начали делать украшения на продажу. Мы вначале продавали через полочки. Ну, это как у нас хобби было. Ага, в полочках. А потом уже через 4 месяца открыли магазин. Я сама делаю украшения дома. Они все время видят, что я создаю украшения. Да, Элик? А чем пришлось пожертвовать, чтобы успевать работать и вот быть со своими детьми? Пожертвовать? Ой, я бы даже не сказала, что я чем-то жертвую, да. То есть вы еще и спортом занимаете, ну, успеваете заниматься своими какими-то женскими делами? Да, ну, да, с подругами встречаюсь, спортом занимаюсь, да. А как вам удается совместить, получается, активную предпринимательскую деятельность? Ну, мне сильно помогает муж и свекровка. Сестры мои тоже, да, когда они совсем маленькие были, я могла, ну, позвонить сестре, да, сказать, присмотри, пожалуйста. И вообще никогда проблем не было, чтобы я там детей оставила и могла в командировке уехать, да, по работе. О, даже так? Так, замечательно. Получается, секрет успешной предпринимательницы – это семья. Семья, да, опора, семья, да, естественно. Да, так. А вот в пандемию вам приходилось работать удаленно? Да, я создала себе рабочие вести, да, естественно, да. Я закрывалась, когда у меня видеоконференц-связь была. Дети у меня очень самостоятельные, сами по себе спокойные. Да, кстати, очень спокойные. Да, спокойные, да. Они могут сами там заниматься. Алик у меня занимается с репетитором, да, айсэн робототехника, поэтому они сами тоже работали. Александра, расскажите, пожалуйста, вот какую-то самую безумную предпринимательскую историю. Мы с сестрой моей скинулись по 18 тысяч. У нас, ну, вообще, вот я сегодня как раз рассказывала, да, что мы очень органически выросли из маленьких денег. Потом мы работали на основной работе, поэтому весь оборот мы пускали на развитие бизнеса. И полтора года назад мы вышли на Wildberries как раз перед пандемией. Поэтому это очень самое правильное решение было, как такое решение к нам пришло. Поэтому мы как раз вчера спрашивали у меня, почему, ну, пандемия помешала ли вам в вашем бизнесе, да. Я вообще не помешала, потому что Wildberries очень хорошо, когда начал продаваться. Все сидели дома, все покупали онлайн. Да, и цены у вас очень приятные. Да, цены у нас очень приятные, потому что мы создаем сами и можем регулировать цены, поэтому мы очень часто делаем хорошие скидки. Замечательно. Хорошо. А вот были же, наверное, моменты, когда вы очень сильно уставали? Не было такого, знаете, ой, все, надоело, уйду, брошу, уйду просто. Такого прямо не было. Я люблю создавать украшения, я отдыхаю, когда делаю украшения. У меня бывает такое, что наоборот хочется отдохнуть, сесть и прямо что-то в руках не подъемте. Да, то есть это тот случай, как цитата Конфуция. Найдите свою любимую работу и не будете работать ни дня в своей жизни. Ну, да, но все равно есть такие моменты, да, это же, мы же развиваем бренд, поэтому надо по многих, да, надо не только делать украшения, но и продвигать. А правда, что можно избежать послеродовой депрессии, вот этих вот выгораний родительских, занимаясь своим делом, своим бизнесом? Я думаю, что это сто процентов так, потому что, ну, я вообще не представляю, как можно просто сидеть с ребенком, да, и целый день гулять, и кушать там. Сто процентов посещать времени ребенку, быту, дому, это, мне кажется, поэтому и происходит. Это не ваш случай, да. Я очень рада, что вы пришли к нам сегодня и поделили свои вдохновляющие истории. Я думаю, что наши многие телезрительницы, мамочки, все-таки задумаются о том, что их, например, хобби, рукоделие, ну, не просто рукоделие, а может стать отличным бизнесом. Если вы впервые стали мамой совсем недавно, то наш следующий сюжет специально для вас. Мы сейчас поговорим о самых распространенных ошибках в уходе за малышами. До года. Рубрика «Сказка для малышей». Первый год жизни с малышом самый счастливый и самый ответственный. Новорожденный малыш полностью зависит от мамочки. Он еще не умеет держать шею и переворачиваться, а потому держать его на ручках в вертикальном положении не рекомендуется. Это следует начать делать, когда малыш уже немного окреп и может держать шею самостоятельно. Делается для того, чтобы не оказывалась дополнительная нагрузка на шею малыша. Необходимо выкладывать малыша перед каждым коровлением на животик. Это самая первая физическая нагрузка для малыша. Так укрепляются его ножки, спина, ручки и шея, что в будущем даст ему своевременно развиваться, чтобы делать свои первые ползания, перевороты и шаги. Не используйте кокон для пеленания после достижения малышом 2-3 месяцев, особенно в дневное время. Если на ночь еще можно, то в дневное время малыш начинает активно осваивать перевороты. А кокон такой может только ему помешать. Никогда не оставляйте малыша без присмотра, когда он находится на пеленальном столике, диване или родительской кровати. Нужно всегда придерживать его рукой. Если у вас не получается прямо сейчас взять его на ручки, то лучше опустить его на пол. Для правильного физического развития малыша необходимо организовать ему просторное и твердое пространство на полу. Для этого идеальны специальные коврики, которые не пропускают холод от пола, имеют приятную поверхность и антискользящее покрытие. В более старшем возрасте, когда малыш уже научится сидеть или ползать, не предостерегайте его от падений. В его практике это совершенно нормально. Так он учится проявлять свои способности. Ведь чем больше препятствий он преодолевает, тем больше он становится более быстрым и ловким. Дорогие родители, не лишайте своего малыша узнать свои ресурсы. Максимально сохраняйте спокойствие и будьте рядом. И всегда поддерживайте своего кроху. Есть такой интересный термин «отсутствующее отцовство». Это когда папа вроде есть, но у него никак не получается уделить внимание и время своим детям. А что если мама отвечает за доход в семье? Хорошо и успешно работает, зарабатывает, чувствует себя, реализованный, домой возвращается довольна собой. Я лично вижу в этом много плюсов. Ну, поскольку сама долго сидела в четырех стенах и сейчас, работая, кайфую. Однако многие относятся спокойнее к работающим отцам, нежели к матерям. Со следующей гостей мы попробуем чуть-чуть повлиять на это устоявшееся мнение. Наталья Альбертовна Харенко, директор Центра поддержки предпринимательства, заместитель генерального директора ГАО «РСЯ» Центр «Мой бизнес», председатель антикоррупционного общественного совета управления при главе Республики Саха-Якутия по профилактике коррупционных и иных правонарушений, кандидат педагогических наук. Наталья, здравствуйте. Спасибо, что уделили нам свое драгоценное время. Здравствуйте. Да, и начнем с вопроса, какие есть меры поддержки для молодых мам по уходу. Ну, вы знаете, традиционно Министерство предпринимательства, торговли и туризма оказывает очень широкий спектр всевозможных мер поддержки. Но сегодня мы, скорее всего, остановимся на очень важной мере поддержки. Это продвижение особой категории людей, тех людей, которые имеют определенный опыт, тех людей, которые чаще всего имеют высшее или среднее специальное образование, и у которых высвободилось определенное количество времени. То есть это те мамы, которые, либо женщины, которые хотят стать мамами, либо уже только стали, но у них в любом случае есть небольшое время для того, чтобы задуматься. Ту ли профессию они выбрали, тем ли они занимаются в этой жизни. И, как показывает практика, действительно очень многие женщины, которые находятся по уходу за малышами, решают резко изменить свою карьеру. Да. И попробовать себя в бизнесе. То есть, ну, вы понимаете, что это очень большой и серьезный шаг в жизни каждого из нас, когда мы решаем перейти из роли наемного работника в роль работодателя. То есть перестать жить по начальнику и будильнику и быть себе хозяйкой своей жизни, своей профессии. Вот, именно для этого буквально три года назад был разработан вообще в России очень интересный проект, который наша республика подхватила с большим энтузиазмом. И уже в течение трех лет реализуется специальный проект, который так и называется «Мама-предприниматель». В чем он заключается? Он заключается в том, что каждая мама, которая имеет малыша или ребенка до 14 лет включительно, может подать заявку и принять участие в образовательном проекте. Образовательный проект реализует центр «Мой бизнес». Это очень большой и хороший ресурс, который оказывает всевозможные меры поддержки. предпринимателям, бесплатные. Это и финансовая поддержка, консультационная, по выращиванию своего собственного проекта, поддержка. То есть много-много всевозможных опций каждый найдет именно в этом учреждении. Это как бизнес-акселератор, да? Центр «Мой бизнес» – это учреждение, портал b14.ru, можно зайти и изучить все, что там есть. То есть там предоставляется помещение? Помещение тоже – это имущественная поддержка. Да, поэтому очень хороший ресурс. Я очень советую каждому, кто хочет себя реализовать в бизнесе, попытаться начать изучение этого вопроса. Хорошо. Вот, в этом году, например, более 130 таких мам решили себя прокачать, сделать, апгрейд своей жизни профессиональной. А 130 – это больше или маленькая? 130 – это очень много, потому что по всей России всего в нескольких регионах набралось желающих больше шеста. Вот мы в лидерах. Да, то есть в Республике Сахар-Якутия живет очень большое количество таких активных молодых девушек, которые хотят что-то изменить в этой жизни, изменить этот мир тоже. Вот, они проходят пятидневное обучение методом погружения, то есть их действительно, ну, прокачивают во всех смыслах этого слова. И по завершении этого обучения у них есть возможность не только иметь на руках ими же разработанный бизнес-план своего проекта, но еще и выиграть грант. Грант в 100 тысяч, правда, он дается всего одной маме, одной мамочке. Но этот грант дается благодаря банку открытия, благодаря корпорации малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и замечательной организации общественной опоры России. Вот три кита, благодаря которым этот проект состоялся. И наше министерство очень дружит со всеми этими китами, поддерживает этот проект. Прекрасно. Вот в этом году замечательная девушка выиграла этот грант. Вот я просто назову тематику, чтобы вы понимали, что каждая из нас может этим заняться. Давайте. Да, это может быть, у нас победители были, ателье для детей, ну, то есть мамочки шьют деткам креативную одежду. Это может быть студия, в которой своими руками мамы с детьми творят красоту. Вот. И в этом году это опять же победила девушка, которая занимается обучающими, реализацией обучающих программ. Поэтому все очень доступно, все очень комфортно. Обучение проводят тренеры, которые имеют сертификацию специальную, которые обучились корпорации малого и среднего предпринимательства. То есть там действительно настоящие полезные знания, применимые на практике. Конечно, конечно, конечно. Абсолютно точно. Очень хорошо. Ну, еще один момент. Вы знаете, может быть, даже иногда бывает не очень своевременно начинать бизнес в таком возрасте, до 35 лет, да? Может быть, стоит это делать гораздо раньше. И понимая это, в нашей республике на протяжении многих лет реализуется тоже классный проект, называется «Раннее обучение предпринимательства». То есть если у вас есть ребенок, если вы хотите, чтобы он изучал основы предпринимательской деятельности уже со школьной скамьи, да. Вот у нас в республике, в отличие от других регионов, такая возможность есть. То есть те самые элективные курсы, которые проводятся в школе... Что нужно делать? Отвести своего... Нет, никуда отводить не надо. Нужно прямо в стенах вашей школы написать заявление директора о том, что у вас есть потребность, вы хотите, чтобы ваш ребенок изучал этот предмет. И уже за счет школьного компонента... А предмет предпринимательства? Да. Директор школы найдет возможность наверняка удовлетворить вот этот запрос, этот вызов от родителей. По крайней мере, в нашей республике есть все учебные пособия. Разработали это тоже сотрудники Министерства предпринимательства, некогда нашей бизнес-школы. Вот. Поэтому эти учебники сейчас известны во всей России. И мы можем запросто запускать этот проект. И уже со школьной скамьи дети могут осваивать основы предпринимательства. Прекрасно. А что насчет пап, которые по уходу у нас тоже рискнули уйти? Да, очень хороший вопрос. Мы тоже подумали, так же, как и вы, а что же папы? Чем они хуже мам? И поэтому в этом году мы организовали проект «Папа предприниматель». Он был без, конечно, без огромной финансовой поддержки со стороны России. Мы ее сделали, этот проект реализовали своими силами. Но, тем не менее, нашлись спонсоры. Лига отцов у нас в республике есть. Они тоже выделили небольшой денежный приз лучшему папе. И мы собрали тоже 30 человек, пап, у которых есть дети несовершеннолетние. А какие там проекты мне интересные стали? Проекты были тоже очень интересные. Очень много было проектов по строительству. То есть, наши якутские мужчины, независимо от того, где они проживают, они чувствуют в себе потенциал строителей, и они строят дома, они делают нашу жизнь более комфортной. Вот таких проектов было много. Также это мастерские по ремонту автотранспортных средств. Вот это направление очень активное было. И были креативные совершенно проекты. По крайней мере, у нас победил проект, связанный с андатрой. Да, очень креативный. Я была далека от этого и не знала, что существует такая опасность. Но, оказывается, в большом количестве эти зверьки, они могут быть и опасны. И вот как отлов осуществлять, как переработку осуществлять, вот такой вот проект был представлен, но он стал, кстати, лучше. Поэтому я надеюсь, что не только мамы у нас будут во внимании, да, но и пап мы тоже не забудем и на следующий год тоже. Спасибо большое, Наталья Альбертовна. Спасибо. Я думаю, что эта полезная информация пригодится нашим зрителям. Мой бизнес – это ещё один маленький ребёночек. Так что пока что его нужно тоже носить на ручках. А если ваше дело – это детский сад, то своих маленьких клиентов придётся носить на руках в прямом смысле этого слова. Давайте познакомимся с нашей следующей предприниматерью Екатериной Яроскумовой. Екатерина Яроскумова – предприниматель, педагог и сооснователь сети лицензированных частных детских садов «Бэйби-сити». Совместный проект с мужем Алексеем был организован в 2008 году. Екатерина и Алексей родители аж четверых детей. И именно они стали мотивацией и причиной открытия первого частного детского сада в Якутске. За время своего существования сад воспитал более 18 тысяч детей. А в месяц детский сад посещает больше 350 дошкольников. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо, что нашли время в своём напряжённом графике многодетной. Мамы у вас четверо, да? Да, у меня четверо детей. Так, а сегодня самые младшие? Да, сегодня у нас самые младшие. Это Никита. Привет, Никита. Здравствуйте. А это Златушка наша, самая младшая наша принцесса и два с половиной года. О, солнышко. Я знаю, что ваш бизнес начался потому, что вы не нашли места в детском саду. Это правда? Да. В далёком 2008 году мы с моим мужем Алексеем как раз закончили университет, и у нашей детки сейчас им уже, а не старшей, старшей нашей дочке Камиле уже 18 лет, и в то время ей было два годика. Вот. И мы, к сожалению, места действительно в детском саду не было, да, поэтому мы с мужем, подумав, решили, что мы можем организовать сами детский сад. В те времена, конечно же... Это же был первый частный детский сад. Да. В те времена не было частных детских садов, и все очень с осторожностью к этому относились, да, но мы рискнули. У нас была машина. Да. Такая маленькая жук-машина, и мы её продали. Я даже помню до сих пор, по какой стоимости мы его продали, да, 180 тысяч по тем временам. Ещё это была машина, да. Это ещё была машина, которую мы взяли в кредит, мы его расплатились и потом его продали. И с этими средствами мы решили пойти на такую авантюру, можно так сказать, да, и открыть детский сад. Потому что нужно было устраивать своих детей в детский сад, да, вот, и организовали первый частный детский сад. Трудно было тогда? Да, конечно, были первые сложности, потому что первыми нашими клиентами, конечно же, были только наши дети. И я помню, что мы всё своими руками, всё, да, то есть организовали, сделали весь уют детского сада, ну, так как всё делалось для наших деток, соответственно, да. Всё было очень душевно. Да. Да, я не сомневаюсь. А хватает ли вам времени сейчас на просмотр сериалов, соцсетей? Вот у вас четверо детей очень занятая. Есть ли у вас на это всё время? Так, ну, на сериал, конечно же, естественно, времени на это не хватает, потому что, ну, время у меня всё расписано, да. Ну, конечно, я со временем научилась тайм-менеджменту. Да, тайм-менеджмент, потому что для мамы это, тем более для предпринимателя, это очень важно, потому что, когда мы грамотно распределяем время, то, соответственно, у нас остаётся время для семьи, для отдыха, для работы, то есть всё должно быть органично. А как вы выходите из положения, когда ваше участие требуется постоянно на работе? Так, ну, у нас большая команда, можно так сказать, да. Вы делегируете? Да, у меня муж. Он очень сильно нас поддерживает, очень меня поддерживает. То есть это наш совместный проект с мужем, да. То, соответственно, конечно же, мы всё распределяем, все наши обязанности, потому что детей надо возить и на различные кружки, мероприятия и так далее. То есть мы распределяемся, и сейчас у нас вот старшие дочки, они старшие, да. Вот 11 класс у меня дочка закончила, поступает в медицинский институт. Также старшая дочка 9 класс закончила, вот. Она поступает на дошкольное отделение, то есть у нас уже есть кому оставить. Это она будет продолжать наш семейный бизнес, вот. И они очень сильно помогают, конечно. Екатерина, а дети у вас по режиму живут? То есть они ложатся спать в одно и то же время? Ну, да, потому что, конечно же, режим очень важен для детей, да. Когда уже дети живут по режиму, это, конечно же, дисциплинирует, потому что мы ходим в детский сад, мы ходим в школу, то, соответственно, конечно, режим очень важен. И у вас появляется время, вы чётко знаете, сколько у вас времени на работу. Да, конечно. А правда ли, что необязательно ходить в офис и сидеть с 9 до 6, прикладывать больше усилий, но 20% времени, а остальные 80% посвящать семье? Да, конечно, при грамотном распределении, да, при грамотной постановке всех процессов, то есть у себя в компании, да, если всё установлено, то, конечно же, это возможно. Так, ну, расскажите, как у вас всё происходит? Есть у вас какие-то лайфхаки? Может быть, вы используете таймеры или ещё какие-то уловки? Так, ну, опять же, это самое главное... Делегирование. Да, делегирование, да. Самое главное – это делегирование, потому что у меня в компании работает большая команда, я не одна. А сколько человек? То есть у нас около 100 сотрудников, поэтому при грамотном распределении всех функций, то, конечно же, появляется время и для семьи, и для отдыха, потому что для компании и для семьи очень важно, чтобы была мама всё-таки в ресурсе, наполненная, отдохнувшая вовремя, и для грамотного ведения всего дела и работать в семье. А вначале, когда у вас не было такой большой команды профессионалов, были какие трудности? Да, конечно. И очень часто, вот даже по неопытности, может быть, да, когда начинают предприниматели заниматься бизнесом, да, все силы отдают себя работе, да. А, это ошибка. Да, это, конечно же, ошибка, потому что если мы грамотно не восполняемся, грамотно не отдыхаем, то, конечно же, мы… Очень часто я выгорала на работе, и тут, конечно… А как это проявлялось потом? Ну, даже вот я всё время, мы уже вспоминаю, да, как я всё время говорила, «Всё, я закрываю, и закрываю детский сад, какие-то сложности, да, потому что в нашей работе в любом случае есть какие-то сложности, да, происходят, и, соответственно, я всё время жаловалась, естественно, мужу, говорила, «Всё, закрываю, больше нету сил». Сколько можно, да, такое напряжение. Да, и он, конечно же, очень сильно меня поддерживал в этом плане. А что он говорил у тебя? Ну, он говорил, «Мы справимся, мы всё сделаем». Да, мы справимся, мы всё сделаем, и наши дети тоже выросли вместе с нашим детским садом, и, получается, более 13 лет мы уже занимаемся нашим детским бизнесом, да, и мы его практически называем нашим пятым ребёнком. А-а-а! Вот, и наши дети выросли буквально вот в детском саду, поэтому, естественно, они всё видели с малых лет. У тебя нравится у мамы на работе? Ну, как сказать, ну да, нравится. Всегда весело. Ты, наверное, игрушками играет, да? Иногда вижу игрушки, шоколадки. Вот мы были сегодня в офисе, взяли шоколадки и съели. А ты маму по имени-отчеству называл в садике? Нет. Мамой называл? Да. А-а-а! Здорово! Да. Маму как зовут? Тётя. Катя, да? Как маму зовут? Тётя. Тётя. Это я тётя, да? Хорошо, молодец, Лапочка. Да, да. А что вам помогает расслабиться? Из руководителя превратиться опять в маму? Вообще, вы какой руководитель? Так, ну, я очень, наверное... Мягкий? Ну, не совсем мягкий. Я немного стройкий руководитель, но, опять же, справедливый. Всегда, ну, если я какие-то решения принимаю, я постоянно взвешиваю. Все за и против, да. Вот. А что вам помогает расслабиться? Так, ну, мне, конечно же, помогает расслабиться отдых с детьми, да, с семьей, то есть с семьёй. Мы, вот, последнее время, вот, мы увлеклись велопрогулками, и мы всей семьёй каждый вечер после трудового дня выезжаем на велосипедах. То есть у нас дети очень любят выезжать. Это совместное времяпровождение, когда мы уже полностью отключаемся от работы, да. Екатерина, какой совет вы можете дать молодым мамочкам, которые только-только задумываются о своём деле? Что важнее, вот, на начальном этапе? Ну, так, ну, на начальном этапе, конечно же, опять же, я повторюсь, да, это грамотное распределение. Грамотное распределение своей энергии. Это, опять же, выделить время для семьи, для отдыха, для работы. То есть при грамотном распределении и делегировании это всё, конечно же, возможно. И ещё вот хочу посоветовать молодым предпринимателям, да, обязательно, если есть семья, обязательно детям прямо с малых лет показывать, где они работают. А, брать с собой на работу. Да, брать с собой на работу. Если нет такой возможности, обязательно рассказывать, да, чем мама занимается на работе. То есть даже если есть возможность, привезти на работу и предложить помочь. А какие есть плюсы и минусы этого решения брать ребёнка с собой на работу? Так, ну, конечно же, плюсов намного больше, потому что ребёнок уже с малых лет видит, да, чем занимается мама. То есть... Понимает, что зарабатывать деньги – это труд. Да, и знает, почему мама там, допустим, если он пропадает, мама надолго, да, значит, чем она занимается, почему её так долго нету. То есть это, опять же, психологическая помощь именно для детей, когда вот предпринимателям действительно приходится первое время всё время быть на работе. То есть погружённость не там уже не 20%. 100%? Да, это практически 100% погружение бывает первое время. Потом, когда мы уже растём, начинаем уже грамотно делегировать и так далее. Вот тогда мы можем себе позволить действительно 20% выделять. Не сразу, но будет легче, да? Спасибо большое вам, Екатерина. Спасибо. Да, спасибо. А мы продолжаем дальше. Говорят, успешные предпринимательницы часто хвалят себя в течение рабочего дня, громко восклицают «Ай да, женщина! Ай да, вандервумен!» Этот лайфхак помогает девушкам, женщинам, мамам, работающим на себя, меньше выгорать на работе. Посмотрим другие мамхаки в нашей постоянной рубрике. Повседневная рутина отнимает очень много времени. А так хотелось бы выкроить время и для себя. Ну, хотя бы на спорт. Выход есть! Сегодня я предлагаю свои лайфхаки для спорта в домашних условиях, так как сама восстановилась дважды после родов дома. Итак, из инвентарей нам понадобится немного сноровки и у нас уже есть утяжелитель. Можно сразу детей в охапку и начать приседать. Спортивный инвентарь может с легкостью превратиться и наш диван. Тут можно делать болгарские выпады на одной ноге. Тут прорабатываются ягодичные мышцы и мышцы ног. Можно делать отжимания с дивана, что немного, да, упростит выполнение упражнения. Тут работают и руки, и грудные мышцы. Диван можно использовать как степ-платформу, забираясь на него, тем самым прорабатывая ягодичные мышцы. Советую обзавестись самым дешевым доступным инвентарем для спорта в домашних условиях – это резинка. Стоит копейки, но с помощью них можно прорабатывать почти все группы мышц. Это и ноги в приседе, в выпадах, в махах, это и спина в жиме, сидя, это и руки, и даже плечи. Девушки, используя эти лайфхаки, найдите время и возможность для спорта сразу у себя дома. Удачи! Если вы энергичная и амбициозная, или вам скучно быть просто мамой и сидеть дома, то декрет – это время действовать. У меня именно в декрете получилось снова вернуться на свой YouTube-канал, начать снимать и монтировать, и даже немного зарабатывать на монетизацию. Вспомните, чем вы любили заниматься в свободное время. Возможно, ваше хобби может стать отличной бизнес-идеей. Не бойтесь ошибаться, пробуйте. И действуйте по принципу. Упал, встал, отрыхнулся и дальше пошел. Главное – внутри себя верить. Мы справимся. С вами была Вика Андреева. Пока-пока. Уникальный дизайн, высокое качество, комфорт и выбор. Уже более 10 миллионов мам по стране. Присоединяйтесь к Хэппи Бэби. Ждем вас в торговом центре «Урасамол» третий этаж. «Лофт» больше, чем просто фотостудия. Это 7 тематических залов на любой запрос. Плюс лучшее техническое оснащение. Настолки, кинозал, караоке, тематические вечеринки и романтика у камина. Встретимся в «Лофте». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова